Пилоты программы SMP Racing Роберт Шварцман и Александр Смоллер дебютировали в новых для себя чемпионатах. Так Роберт впервые стартовал в Формуле 2, а Александр в Формуле 3. По итогам выходных Шварцман набрал 23 очка, что позволило ему сходу стать вторым в личном зачете второй формулы. В дебютной субботней гонке россиянин поднялся на третью ступень подиума, а в воскресном заезде финишировал на четвертой позиции. По мнению самого Роберта, он научился стартовать в новой серии, а значит сможет продолжать в том же духе. Его задача все время удерживаться на верхних строчках зачета. Александр Смоллер обе гонки Формулы 3 тоже провел в хорошем темпе, завершив уикенд в первой десятке. На девятом и седьмом местах соответственно. После первого этапа он занимает десятую строчку в общем зачете. Добавим, что Формула 2 и Формула 3 сопровождают соревнования Формулы 1. Из-за эпидемии коронавируса сезон стартовал только сейчас, в Австрии. Первые восемь этапов чемпионатов пройдут совместно, но без зрителей. Организаторы надеются, что им удастся провести 15-18 стартов. Завершив сезон в декабре. При этом часть соревнований, вероятно, пройдет уже со зрителями на трибунах. В Королевской Формуле тоже есть интересные для нас новости. Пилот программы СМП Рейсинг Сергей Сироткин вернулся к роли резервного гонщика команды Рено. Сергей уже занимал эту должность в 17-19 годах. Мы были бы рады увидеть Сироткина в кресле призового пилота, который освободится в следующем году после ухода в Макларен Даниэля Риккярда. Но в свою родную конюшню вернется Фернандо Алонсо, вроде бы покинувший Формулу 1 по окончании сезона 2018 года. Что касается Сергея Сироткина, то он решил не ограничиваться ролью резервного пилота в первой формуле. В сезоне 2020 года он вдобавок примет участие в чемпионате по гонкам на выносливость. Российский гонщик планирует выступать в классе ПРО в составе экипажа команды СМП Рейсинг на автомобиле Феррари. Напарниками Сергея заявлены итальянский пилот Дэвид Эрегон и испанский гонщик Мигель Малина.